Ну и сейчас очень, конечно, всех беспокоит вот эта вот ситуация, но в России в целом, да, то есть и не только, естественно, судебный процесс над Дандием Махараджем, Дмитрием Угаем, ну и вообще как бы все, что происходит на нашей замечательной родине, последние несколько лет несколько пугает. Но пугает, наверное, не то, что мы живем в мире материи, мы находимся в мире иллюзии, а я для себя понял очень важную такую вещь, что люди, в принципе, оторваны от действительности. Люди не знают, например, что такое сознание Кришны, что такое индуизм, например, да, они даже не знают, ну, какие-то элементарные статистики, например, они считают, что вайшнавы это какой-то новый культ, который появился в 16 веке, но это в лучшем случае, это те, кто читают разных сектоведов. В целом они, например, не знают, что вайшнавские направления, такие как Ши сампрадая, Нимбарака, Вишнасвами, Мадва сампрадая, насчитывают, по сути дела, 67% индуистов сегодня в мире. То есть, иными словами, вайшнавов больше, чем всех остальных поклонников индуизма, но это вовсе не значит, что вайшнавы, например, не поклоняются Шиве или не почитают Деве. Вайшнавы оказывают почтение всем богам, всем божествам, и в том числе Бхак Тимон Такур, интересно, таким образом, он квалифицировал христианство как определенная вайшнавская концепция, можно сказать, начальная. Почему? Чем вообще близки вайшнавизм и христианство? Дело в том, что ведическая культура, она также подразумевает монотеистическую идею, что есть один Господь, но ведическая идея говорит, что есть один Господь во множестве разных проявлений, разных аватаров. Например, есть Господь Кришна, который являет разные аватары, есть так называемая Вишну Татва, это Всевышний Вишну, который проявляет разные аватары, такие как Кшира Дакшай Вишну, Гарба Дакшай Вишну или Карана Дакшай Вишну, если говорить по-русски, Вишну, из которой исходит множество вселенной, Вишну, которая пребывает в каждой вселенной в отдельности, поддерживает ее, Вишну, которая пребывает в каждом атоме. И тем не менее, ведическая концепция называется полно развитым теизмом. Это фактически наука о Господе, о Его аватарах, о Его проявлениях. И в этой связи, мы можем сказать, эта наука беспрецедентная. Она, например, объясняет, в чем разница между душой и Шивы Таттвой или Вишну Таттвой, в чем разница между Шивой Таттвой и Вишной Таттвой, в чем разница между Вишной Таттвой и Шивой Таттвой. И мы помним, что Кришна обладает уникальными качествами. Одно из таких уникальных качеств – это он обладает удивительной трансцендентной формой игры во вриндаване, его флейта и особая сладость его игр. Поэтому Кришна – это самое сладостное проявление Господа, с которым можно вступить в личностные отношения, очень сокровенные личностные отношения. И в этой связи, конечно, наука об аватарах, о разных проявлениях Господа, она, собственно, за пределами вет не существует. Но, тем не менее, если мы сравниваем Вишнавизм и христианство, мы увидим, что в христианстве тоже есть идея, как и в исламе, что есть один Бог, один Господь. Но это не значит, что один есть Господь и все, и вот он всем занят, всеми видами деятельности, как материальные, так и духовные. Это, естественно, нелогично. Логично, если есть один Господь, то он может в разных своих проявлениях делегировать свою деятельность. Вот в этой связи Деват или божества, вселенские божества, которые занимаются управлением Вселенной, такие как Брама, которая творит Вселенную, Шиба, которая ее разрушает. И тот же самый Вишну, опять же, не путайте с изначальным Вишну, это Вишноподдержатель, он относится к категории так называемых гуна-аватаров или аватаров, которые поддерживают определенное состояние стихий. Так вот, эти функции в христианстве заменили святые. То есть, если в индуизме это божества, то в христианстве это там Николай угодник, к нему обращайтесь по таким вопросам, к такому-то святому по таким вопросам, к такому-то святому по таким вопросам. И поэтому, по сути дела, когда, ну скажем так, языческая, надо понять, опять же, что такое языческая культура. Языческая культура это постведическая культура. То есть, мы можем найти там у скандинавов и славян и многих других народов много идей о разных богах, о их функциях, о том, что каждое божество управляет той или иной стихией. Мы увидим примерно одинаковые мифы о творении. То есть, мы видим, что есть там три высшие, средние и низшие миры. То есть, мы увидим, что вот таких пост в древних культурах, в принципе, мы увидим везде в каждой древней культуре какие-то кусочки ведической культуры. Тем не менее, мы скажем, а чем, например, ведическая культура отличается от культуры скандинавской? Ну, предположим, чем ведическое общество отличалось от общества, например, древних викингов, у которых есть там части какой-то космологии, эпоса, похожие на ведическое. Мы можем сказать, что ведическая культура, ведическое общество отличалось более совершенными представлениями о божественном, в первую очередь. То есть, хоть там принято считать, что общество было разделено на брахманов, ваиш, кшатыри, но можно сказать, что брахманическая прослойка или прослойка ученой интеллигенции, она играла очень важную роль в ведическом обществе. И на самом деле, вот эта вот прослойка интеллигенции, брахманическая прослойка интеллигенции, она по сути дела и задавала такое движение, как духовное, так и социальное общество, но при этом нужно сказать, что раджи-риши или цари-управленцы, они действовали в согласованности с духовной интеллигенцией, то есть иными словами, духовная интеллигенция, хотя она сама не стремилась к какому-то там материально-глобальному развитию, но тем не менее она понимала, что государственное общество должно развиваться и, по сути дела, браманы, мудрецы, они непосредственно сотрудничали с правителями, с царями, которые на основании священных законов исполняли там различные законы, дхармы и прочее, пересматривали ее, вот, но как раз вот Кали-юга, эпоха, в которой мы живем сейчас, она характеризуется деградацией брахманов, то есть духовного сословия. Почему деградация брахманов, духовного сословия, потому что брахманы, они утеряли качества такие, как чистота, аскетизм, бескорыстие, и в результате духовное сословие подменили к шатре правленца, ну, пример очень простой, например, как это может происходить, например, Петр Первый, он там в России упразднил патриаршество, взял упразднил, сказал, вот я буду рулить этими вопросами. Ну, это были неоднократные попытки исторические, не только там в России, в Европе, в ведическом обществе, то есть была попытка, скажем так, правящего класса минимизировать, скажем так, духовенство. Причины для этого были совершенно разные. Первое, во-первых, духовенство пыталось захватить власть, мы тоже знаем, что деградированное духовенство пыталось не отделиться от, скажем так, государства, а наоборот, вникнуть в дела государства и рулить этим государством с помощью своих религиозных культов. Поэтому, в принципе, современные демократы, интеллектуалы, они сказали, что общество и религия должны быть разделены. Такой интересный момент, когда мы смотрим сериал «Игра престолов», то в «Игре престолов» появляется такой персонаж, там, ваше воробейшество, которого, грубо говоря, какого-то духовного деятеля взяли с улицы, отмыли, побрили. В итоге ваше воробейшество прокачивает такую глобальную секту и захватывает власть. И, конечно, да, поэтому власть, она может опасаться религии, мировоззрения. И, тем не менее, как бы это вовсе не значит, что там все религии плохие, все неформальные религиозные организации, там, в России – это секты, все индуисты – это язычники, богопоклонники. Вовсе нет. В общем, что нас объединяет, по сути дела, с христианством – это вайшнавские принципы, которые исповедовал сам Христос. Вот если спросили бы там вайшнавских учителей, кого вы относите Христа самого, мы могли бы сказать, мы видим, что в нем проявлены личности вайшнавского очария, великого наставника, который проповедует какие-то вот вайшнавские или близкие к вайшнавизму идеи. И поэтому идея, что есть один Господь, которому надо поклоняться, что есть идея, что к этому Господу нужно идти через духовного наставника, который обладает любовью к этому Господу, они очень близки, на самом деле, к вайшнавизму. Поэтому Бахтирин Токур в своей классификации, так сказать, разных духовных уровней, он говорит, что христианство – это определенная стадия вайшнавизма, определенная стадия. То есть, когда мы понимаем, что есть преданность, есть любовь к Богу, есть служение Богу, самопожествование. Опять же, о каком христианстве мы говорим? Мы говорим, наверное, о совершенном христианстве. Также, когда мы говорим, что, например, в исламе существует идея того, что существует кода, это Господь, на арабике, да, и что существует рух или душа, и между кодой и рух, между Богом и душой существует ицх, любовь. Это очень похоже на вайшнавскую идею, это не похоже на идею экстремистов. Вот, поэтому мы можем сказать, что дхарма, чистое стремление любить Господа, поклоняться Ему, оно может быть проявлено в христианстве, в исламе, в идуизме, и также во всех этих абсолютно без исключения религиях, может быть проявлено как материализм, религиозный материализм или поклонение низшим силам, мотивация совершенно может быть проявлена материалистическая, например, там, за здравие, за упокой, спаси, помоги, сохрани, то есть, как бы, Бог считается уже таким слугой человека, его security компании, его там, гарантом, его материального блага, его охранником, вот, поэтому вайшнабы, они говорят, что такие формы поклонения Богу неприемлемы, они находятся на очень примитивном уровне развития сознания, Господу можно поклоняться только из любви, только для любви, об этом говорит Шамат Бхагаватам, Шамат Бхагаватам очень хорошо говорит, что если вы хотите там продление рода, проклонитесь Параджапати, если вы хотите занять какое-то социальное положение, обвести власть, поклонитесь Индре, если вы хотите какого-то богатства, развития, там, вы можете поклоняться Браме, но если вы осознаете, что суть религии, это поклонение, поиск любви к Богу, то поклонитесь только Кришне, иными словами, противоположное значение этой шлоки Шамат Бхагаватам говорит, что Господу невозможно поклоняться на материалистической платформе, такое материалистическое поклонение Господу неприемлемо, ну и вот понятно, поэтому нужно понять, чем отличается, например, христианин-мирянин или христианин-подвижник или, скажем так, русским языком, человек, который живет в миру и какой-то, мы сейчас не говорим про фанаторов, те, кто профанирует, мы говорим о том, что разные уровни, один человек готов оставить все ради поклонения Господу, чтобы обрести его милость и полностью предался и полностью себя посвятил, тогда как другой человек, он также находится на уровне пути Бхакти, но по-прежнему его еще в этом миру держат какие-то такие реалии, как наслаждение физически, слава, может быть, деньги, потомство и прочие остальные вещи, и Кришна говорит очень хорошо в Бхагавадгите, он говорит, что не следует думать, что имитатор духовной жизни лучше, чем человек, который живет духовной жизнью, но при этом он еще не вышел за пределы своих собственных чувств, нет, что тот, кто искренне следует Господу, тот, кто искренне пытается служить Господу, он обретает гораздо более высшее положение, чем лицемеры, иными словами, Кришна говорит подлинное богатство, подлинные деньги, вот то, что ценно, даже если у тебя есть копейка, если у тебя много фальшивого капитала, то, по сути дело, он не является чем-то ценным, вот, и в этой связи, вот то, что сегодня происходит в мире, скажем так, в российском обществе, это, с моей точки зрения, первое, непонимание того, что такое религия как таковое, что полезно, и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, то есть все ли иностранное плохо, ну, давайте тогда повыкидываем там Мерседесы свои, компьютеры, мобильные телефоны в Москва-реку, и будем там из бересты делать себе какие-то средства связи, или давайте откажемся от, не знаю, там, средства коммуникации на английском языке, будем всем писать по-русски, пускай они сами учат русский язык, ну, как бы не смешно, поэтому вот националисты, в большей степени такие государственники, это как раз те самые люди, которые в силу своей, можем сказать, такой самоочарования и собственной правотой, они, вероятно, просто не до конца могут оценить, какой вклад, например, веды сделали в мировую культуру, в мировое искусство, вообще в мировую цивилизацию, но вот недавно, как раз сейчас идет спор о йоге, не так давно ЮНЕСКО признала йогу как бы мировым наследием. Действительно, что такое йога? Во-первых, есть определенная часть людей, даже такая достаточно интересная, я встречался с некоторыми людьми, они занимаются йогой как физкультура, они мясоеды, атеисты или православные, неважно, или мусульмане, но для них йога, я могу это использовать очень хорошо для своего саморазвития, но вообще-то веды, они говорят, что человек, который живет только для себя, для самого саморазвития, самоудовлетворения, самовозвеличивания, человек является низким человеком или недостойным йоги. Был такой случай, когда Рамачандра шел по лесу, он видел, как Шудра занимается йогой, Шудра это был низкорожденный такой товарищ, и он практиковал йогу, в то время йога была немножко другая, благодаря йоге можно обрести всякие мистические силы, не в современную эпоху, а в те давние времена, и вот этот йог, Шудра, который практиковал йогу, он совершал йогу ради какие-то аскезы йогические, более сложные, и делал это ради обретения мистических сил, а значит власти, контроля, как это делали многие демоны. Чтобы читать священное писание, то мы видим, что многие демоны практиковали мистическую йогу, чтобы обрести силы над этой вселенной, над этим миром, победить своих врагов и так далее. Рамачандра срубил ему голову. Почему? Потому что, опять же, это было тогда, сотни тысяч лет назад, в ту эпоху цивилизацию, и Рамачандра обладала способностью и будучи аватаром, и судить, как бы, и ведись. Сегодня, конечно, об этом речь не идет, что кто-то кому-то должен срубать голову только из-за того, что он мыслит по-другому, но факт состоит в том, что, почему задали вопрос, почему это произошло, потому что этот человек не имел права обладать теми сверхсовершенными способностями, потому что он бы именно злоупотребил. Например, дай сейчас любому человеку шапку-невидимку, и простой человек, у которого нет высокоморально-этической внутренней базы, он наденет шапку-невидимку и пойдет в банк, в супермаркет себе, продукты наберет и так далее. То есть он не будет использовать эту шапку-невидимку для каких-то очень важных, скажем так, целей спасения человечества и так далее. Он будет использовать для своих каких-то низменных целей, обогащения, самонаслаждения. Поэтому вообще послание вед говорит о том, что человек не может быть эгоистом, не может быть и не должен быть эгоистом. То есть существование ради себя любимого это не существование. Но собственно об этом говорит любая социальная система, но веды более глубоко говорят, что все должно служить Господу и шавасием, и дам сарвам. То есть все предназначено для удовлетворения Господа. Это вовсе не значит, что Господь требует от нас какого-то тоталитарного, там православного, джихадистского или индуистского государства. Нет. Речь идет о том, что Господу можно служить только на определенном уровне сознания. То есть служение Господу неосознанно не является служением. Неосознанное служение это не служение, это внешний вид служения или имитация служения. Поэтому когда речь идет о том, какое служение Господу самое высшее, до какой степени оно должно быть осознанное, можно сказать так, осознанное до уровня любви. Потому что сама идея деятельности ради Господа прекрасна, идея обретения знаний в деятельности прекрасна, но даже если ты там обладаешь пониманием какой-то философии или чётко совершаешь деятельность для удовлетворения Господа, но у тебя нету в этом любви к Господу, то ты, по сути дела, находишься на низшей стадии духовной практики. Вот и поэтому есть такие слова в Библии, которые говорят, что если нет у тебя любви, значит ты ничем не обладаешь. Если ты думаешь, что ты что-то знаешь, но у тебя нет любви, ты ничего не знаешь. Если ты думаешь, что у тебя есть какое-то богатство, нет любви, значит у тебя никакого богатства нет. Иными словами, любовь к Богу является ключевым остополагающим фактором, на основе которого может совершаться преданное служение. И поэтому мы видим, да, мы часто видим мирян в храмах, в церквях, которые могут стоять на службы, предлагать какие-то жертвы, свечки. Но это миряне, это не иноки. Кто такие иноки? Они инакомыслящие, то есть у них вообще другие понимания о том, кто такой Господь. Другое понимание, что такое грех. Некоторые говорят, вот я сделал грех, я что-то там попролебедеял, я вот там кого-то обидел, оскорбил, я сделал грех. Да, это так. Но иноки, например, они думают, мой самый большой грех, то что у меня нет любви к Богу. Я живу как материалист, я живу как потребитель. Вот что ужасно в моей жизни, что во мне нет никакого подлинного чувства любви к Господу, нет никакого чувства сострадания, нет никакого… Я вот как каменное поле, как Буратино, живу, собственно, в своем мире, ткнул носом куда-то золотой ключик и побежал в страну сказочных шоппингов и наслаждений Дизнейленд. Почему? Потому что у меня такое деревянное сознание, которое не обладает вот этим тонким качеством. И поэтому вообще как бы все построено на распознании истины, много-много разных градаций. Потому что, почему Бог такой плохой, почему он сделал такое все запутанное, вот русский Бог хороший, он дал только одно что-то правильное, ничего подобного, тысячи сортов индийского чая. То есть много уровней золота, золото выглядит как золото, консервная банка, золото такого уровня, такого, сякого, третьего, пятого. И вот поэтому в этой связи Шитхар Махараш, он очень хорошо сказал о том, что какой же мерило. Вот пример очень хорошей валюты. У всех есть валюты. Вот там в России хорошо рубли, там где-то там на Ближнем Востоке дихремы какие-нибудь или там динары золотые, ну вот неважно. Где-то доллары бумажные, там где-то евро. Как определить, какая валюта хороша? Есть курс, курс валют. Иначе бы каждый объявил, что вот моя валюта самая лучшая, давайте на мою валюту все покупать. Ему говорят, сори, сегодня ваша валюта упала, а сегодня ваша поднялась. И вот есть некий индекс, который называется Dow Jones, некий экономический индекс, в относительности которого меряются валюты. Но относительно чего можно измерить глубину религии? Бактимент Акур сказал, та религия совершенно, которая раскрывает в большей степени Господа, положение души и отношения между душой и Господом. Поэтому мы можем сказать так, что подлинная мерила вообще религиозного роста, духовного роста человека, это его состояние, его любви к Богу. Ну и вообще как бы до какой степени потенциал вот этой любви к Богу раскрыт. И дальше мы тогда уже должны понять, что такое любовь, что такое душа, кто такой Бог. Это неизбежный процесс. Это неизбежный процесс, потому что мы можем поверить во все что угодно, что Кришна Бог, кто скажет Иисус Бог, кто скажет Будда Бог. Очень хорошо. Предположим, кто скажет, а я вообще считаю, что все три Бог, потому что не существует ничего, кроме Бога. Бог проявлен в Будде, Он проявлен в Кришне, Он проявлен в Иисусе. Ура, я победил всех. Для кого-то это будет такой правильный духовный ответ, потому что на определенном уровне духовного сознания мы будем вынуждены видеть параллели, что общего среди нас. Вот если мы сегодня выйдем на какой-то форум, референдум с какими-то православными сектоборцами или фанатиками, духовно практикующими, то мы найдем очень много общего. И был такой достаточно известный случай, не помню там один был русский православный ученый, философ, и он собственно отрицал все неправославное, потому что все-таки надо понять, что православие возникло на очень глубокой греческой культуре, и люди, которые стояли за православием, это были гиперобразованные люди. И тем не менее, будучи полностью убежденный в своем таком богопонимании, он отрицал все связанное с ведами, с упанишадами, но тем не менее другой персонаж, он сказал, ну я вот принимаю мысль общечеловеческую, и он как бы подсунул ему набор цитат из различных священных писаний, в том числе и ведических, ну цитата, скажем так, Мудрецов, он сказал, слушайте, я запамятовал, не могли бы вы отметить, кто что изрек? И этот такой русский богослов, он очень быстро распределил все эти цитаты по различным старцам, святым и толкователям священного писания и был ошеломлен тем, что на самом деле показали список вот этой же цитаты тут присутствует в ведах, упанишадах и различных ведических священных писаний. Поэтому самое страшное это безразличие, если человек стремится к осознанию истины, и он стремится к поиску истины, он безусловно будет копаться, вникать, глубоко копаться и вникать, и если Господь ему пройдет на него милость, то он сможет увидеть более глубокий уровень бытия. Например, выше панишад, интересная такая есть цитата, которая говорит, что Господь, ты засияешь весь мир своим сиянием, прошу убери это сияние. Некоторые говорят, вот свет Божий, сияние, а выше панишад говорит, убери это сияние свое, покажи мне свой лик. Кстати, если сияние Господа столь привлекательное, насколько привлекательный его лик. Поэтому великие святые Вайшнавы, они говорят, что невозможно налюбоваться лицом Господа, оно столь прекрасно, столь красиво, столь возвышенно. Кто-то может сказать, не-не, такого не может быть, потому что в нашей религии запрещено даже изображать. Да, мы можем сказать так, что изобразительное искусство это такие, знаете, ограниченные средства изображения Бога, но тем не менее, в ваших церквях есть орнаменты красивые. Хоть вам и запрещено рисовать личность, типа, вы все равно не сможете нарисовать, он слишком совершенен, но тем не менее, мы говорим так, что Господь, он может явить себя через определенные формы, такие как мандалы, изображения, картины. И тут очень хороший такой пример, это русская иконопись, Андрей Рублев. С одной стороны, можно сказать, достаточно примитивные рисунки, что в этом божественного, а с другой стороны, мы говорим, ведь божественная музыка или искусство, это некое ощущение, некий резонанс, который рождает в нашем сердце. И божественное, это то, что вложено в это, с какой любовью это сделано, с каким чувством веры это сделано, с каким осознанием это сделано. И поэтому, вот здесь мы можем сказать, что Господь, он может взять, как бы, художника и явить через него свою милость. Ну, чтобы художники не зазнались, не только художника может взять Господь, он может взять и поэта, и простого человека. То есть Господь, он пользуется не только художниками, может художникам чем-то больше повезло, на самом деле, с точки зрения Вет, Слово Божье или трансцендентный звук, это еще более современная форма божественного проявления, проявления в звуке. И поэтому мы можем сказать, воспевание Святого имени, молитва, она может быть разной, она может быть пустой, как Шилл Шитхар Махараш назвал это, холостыми пулями, а может быть исполненная глубоко в божественном звуке. То есть Господь, который является в божественном звуке и проникает не в ухо, проникает из внешнего мира, где там ухо, молоточек, барабанная перепонка, а когда Господь, который пребывает в нашем сердце, он начинает через сердце действия, через внутреннее я, через мир души, тогда язык сам начинает воспевать Святое имя. И вот тут как бы и мистерия воспевания Святого имени. Поэтому, да, да придет Царство Твоё, да славится имя Твое. Тоже очень похожая молитва в христианстве, которая говорит, да славится имя Твое. Но надо понимать такую вещь, что мы, как вайшнавы, мы не пытаемся поднырнуть по христианству. Вовсе нет. Мы понимаем, что вайшнавизм и христианство, с одной стороны, это очень близкие традиции, с другой стороны, они полностью диаметральные по своему богопониманию, по уровню священных писаний, по уровню, так сказать, практики этих священных писаний, обрядовости и многого-много другого. Но при этом вот такое понимание нам, как вайшнавам, дает глубокое уважение христианству или исламу, потому что мы видим, что здесь существует некая божественная идея, она проявлена определенным образом для определенных людей. И также очень интересно, что в наших священных писаниях, например, Кришна говорит очень хорошо в Бхагавадгите, что если человек искренне стремится по тому или иному пути веры, то я укрепляю его веру в то или иной путь. Иными словами, гид объясняет, что духовный путь — это лестница. Разные уровни, разные этапы. Тут надо очень четко понять, что Кришна имеет в виду. Существуют разные этапы, разные уровни, и не всегда один тут же напрямую ведет другому, вовсе нет. Есть разные уровни, и кто-то может перешагнуть через какой-то шаг, а кто-то может находиться только в плоскости той веры. И тем не менее Кришна говорит, я соответственно стремящемуся дару ему то или иное понимание писания, то или иной путь веры, тот или иной шаг возможно сделать. И тоже такой очень интересный момент, хотя Кришна он должен, по идее, айгитировать, вступить всех в Кришнаиты, но он этого не делает. В первую очередь, он говорит, как в энциклопедии, что есть разные уровни и разная глубина веры, и тем не менее, если тебе интересно мнение мое, говорит Господь, я рекомендую тебе следовать бхакти-йоге. Но также Господь говорит очень важную фразу, он говорит, что после того, как ты все узнал эту истину от меня, Арджуна, ты должен хорошо все осмыслить, подумать там, где ты находишься, сделать свой шаг, абсолютный шаг. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы должны ощущать свою духовную ответственность, и мы должны научиться сделать свои собственные шаги по духовному пути. И вот мы можем говорить, конечно, сколько угодно о трудностях на духовном пути, это отдельная история, отдельная тема. Вот мы поговорим, наверное, об этом позже, потому что есть такая замечательная работа Вишваната Чакравартии Даккора Матхури Кадамбиния, которая вообще описывает о трудностях на духовном пути, и она описывает очень много трудностей, но не только трудностей, она описывает стадии, как, знаете, стадии болезни и выздоровления. Ну вот, и потом есть Харидама Чинтамания, прекрасная книга, тоже очень глубокая подвижническая книга о том, как мы должны следовать воспеванию святого имени, и мы должны также понимать, что на каком-то определенном уровне это воспевание, оно может проходить разные стадии от оскорбительного воспевания до чистого воспевания, и это оскорбительное воспевание, есть 9 оскорблений во время воспевания святого имени, и все эти оскорбления, они рождают свои определенные симптомы, но также есть как бы методы избавления от этого оскорбления. Опять же, как бы нам дано великое лекарство и дан метод употребления этого лекарства, у нас есть лекарства, есть диета, но у нас невозможно заставить употреблять лекарства или употреблять лекарства правильно, а может казаться, что у меня так вот, у меня есть лекарства, доктор дал нечеткие, они у меня лежат, таблетки есть, нет времени принимать таблетки, но они есть, нет времени лечиться, но зато я знаю, что у меня есть доктор лечащий, то есть это наше право, но если мы переосознаем вообще всю такую жизненную свою ситуацию, то мы увидим, что можно сколько угодно себя уговаривать и искать оправдание, почему мы не живем духовной жизнью, но скорее всего тайна нашего нежелания жить духовной жизнью лежит в нашем собственном невежестве и материализме, как и все остальное. Невежество и материализм это две главные проблемы материального мира, почему так воспевается саттва-гуна, не потому что саттва-гуна трансцендентная, потому что когда человек находится на какой-то горе, он может посмотреть и проанализировать свою какую-то жизнь и все-таки понять, что она просто напрасна, не хочется жить напрасно бесцельно прожитые годы, то есть вот способность анализировать вообще свое время, свое бытие, это способность такая достаточно редкая у человека, он должен к этому стремиться, и это называется саттва-гуна с духовной точки зрения, то есть способность понимать кроха, что такое хорошо, что такое плохо, и притом надо также понимать, что есть те такие дурные привычки, у которых мы находимся в рабстве, там чьегоугодия, наслаждения, иллюзии и так далее, мы находимся в рабстве этих дурных привычек. Вопрос почему? Потому что мы очень низкого рождения не с точки зрения асинокритического индийского происхождения, а карма, наше положение в этой жизни, мы настолько низко пали в результате своей жизни, что мы находимся в рамках, там где все вот эти греховные действия являются нормой, и мы внутренне их принимаем. Яркий могу пример привести для людей не в ваше насколок круга, когда они попадают, например, в общество материалистов, им там говорят, ты чего не бухаешь? Нет. Вот как вообще, как это? Ты что, не людоед? Да нет, мы не едим людей. Ты что? Неужели ты не пробовал суп из печени? Ты не привлечен этим? Вот в этом как бы весь ужас, да, то есть, что частое сообщество, которое пытается там судить и решать, оно находится в таком, ну, после новогоднем отходнике и рассоле, что оно не в состоянии понять, что такое хорошо, что такое плохо. Опять же, кто-то может сказать, ну, вы знаете, вот в религиях столько много всего плохого, вот столько много там было и там педофилии и какой-то там греховности, вот в среде религиозных людей, католиков и церквей, и я скажу, да, конечно, мы знаем об этом, обо всем, мы только знаем еще более худшую ситуацию, да, что все эти случаи были не только в религиозной среде, они есть и в политической среде, и в армейской среде, и в вы хотите что сказать, коррумпирован только Папа Римский там или все коррумпированы в этом мире? Кто-то может сказать, ну, как же, но вот ведь религия, по идее, должна быть что-то очень чистое, очень хорошее, а вот я вот слышал, читал, что вот там какая-то монашка убила там в Белоруссии православного настоятеля. Да, мы понимаем, что случаи безумия, преступления, они бывают в любой среде абсолютно. Это каль-юга, это такая эпоха деградации, деградация пронизывает все, в первую очередь духовную среду, нас с вами. Я часто думаю о себе, насколько я деградирован, думаю, ну, намного, но я думаю, если бы я не стремился к сознанию Кришны, я был бы еще больше деградирован. Ну, то есть, объективно, я думаю, ну, вот видя свои негативные качества, что я должен все бросить там, свернуть свою одежду, вернуть гуру четки, уехать как бы бухать к старым друзьям, потому что я искренний. Это не является искренностью. Мы вообще не способны жить духовной жизнью, если нас Господь не благословит, на это и духовный учитель. Об этом мы поем каждый день в своих песнях. Шакти будхихин, амиатиды. У меня нет сил жить духовной жизнью, ни у кого нету, но если мы предались, то Господь может наделить нас этими силами. Он может даровать нам благословение, воспевать свое имя, иначе мы сами не сможем воспевать его имя. Он может даровать нам благословение. Опять же, Господь же он тоже не такой добрый дядя. Он дает тебе спокойно все то, что... Он дает тебе благодать. И что начинает? Человек сразу начинает злоупотреблять ей. Потом он забирает у него это. Ну давай теперь сам. Ну вот. И вообще поэтому духовная жизнь, она вся на неспособности жить духовной жизнью построена. Вот если человек понимает, что я жить духовной жизнью не способен, я не способен воспевать святое имя, но я буду пытаться, потому что у меня нет другого пути. Вот это значит, что он идет по духовному пути. А пока он думает, ой, это хорошо, так красиво, такие матушки, такой киртан, так все приятно, сладкие шарики. Это Харе Кришна для детей. А один предан мне говорит, только что, Махараш, у вас Харе Кришна для взрослых? Я говорю, конечно. Гуру Махараш и Гуру Дэв говорили, Харе Кришна только для взрослых. Они не отрицали духовного детства. Ну вот такие сюси-пуси, там вот такой Кришна, вот он, послушай, я тебе сейчас расскажу еще одну сказочку. Вот это не в их репертуаре. Их Харе Кадха была пропитана глубоким чувством ваишнавизма и глубоким чувством любви и сострадания. И поэтому, когда Шидхар Махараш говорил какие-то сокровенные вещи, там говорил о Радхаране, он вообще голову, руки к голове прикладывал. Для него это не была какая-то праздная, такая интересная Кришна-анимейшн. Есть Кришна-ленда, маленький Кришна-мультфильм для индийских детей. Кстати, я недавно был в шоке, я посмотрел, ну так это же Бхагаватам. Но чем отличается вот этот подлинный Бхагаватам от Кришны-анимейшн? Там не все так просто. Это не просто сюжет с историей. Поэтому, когда Бхагаватам входит в эту вот тему, он начинает говорить, кто из этих демонов, кто. То есть он показывает сразу же мультисюжет, глубину, мудрость, то, что даже не мог себе представить мирянин, вообще о чем это, а оказывается это об этом. И тем не менее, Писание говорит, ты слушай о Кришне, и постепенно твое сердце очистится. Как однажды Мраман, который был в Пуджаре, Тапана Мишана пришел и сказал, Махапрабу, он обладал таким сукрити, чтобы увидеть самого Господа Махапрабу, он сказал, слушай, у меня в сердце породилось желание слушать о Кришне. Махапрабу сказал, но это не ко мне, потому что я сам Кришна. Если ты хочешь слушать обо мне, он не так сказал, конечно, но если ты хочешь слушать, да, Кришна, иди к Рамананде. И когда он пришел к Рамананде, он был шокирован тем, что Рамананда, как балетмейстер, занимается с Дева Даси, ставит танцы в своем саду. Рамананда Рай был драматургом, писателем, балетмейстером, музыкантом, и он показывал Дева Даси, как надо правильно танцевать, как нужно правильно смотреть на Кришну, и говорил, в тебе нет никакой ни страсти, ни любви, что ты как полено. И этим девушкам он одевал костюмы, и казалось, что он прикасается к каким-то их интимным частям тела, как балетмейстер, знаешь, он ставит танец, он подходит тебе, берет тебя за руку и говорит, ну сделай там, покажи ему, что ты любишь его. В танце самое главное это экспрессия чувств, поэтому что такое танец, это не какие-то там наборы, это закрепощенные люди так танцуют, а великие танцоры, их тело полностью подчиняется их чувствам и эмоциям, поэтому люди очарованы этим, потому что эмоцию можно показать чувствами, можно показать жестами. Вот Романад был занят таким занятием, Роман просто не в состоянии был выдержать этого, он подумал, что я не могу понять, как этот человек соприкасается с противоположным полом, наверное, у него там что-то не то с ориентацией, вообще, как бы, может ли такой человек говорить о Боге? И он вернулся к Махапрабу в смущенном состоянии, Махапрабу сказал, ну и ты услышал о Кришне? Нет, нет, я застал его немного, так сказать, не в том состоянии. А, сказал Махапрабу, да, то есть ты думаешь, что этот человек не контролирует чувства, пойми, что в этом мире только он единственный такой, кстати, тоже очень такую важную вещь Махапрабу сказал, уж если кто-то и может взять на себя положение, то только такая личность, как Романад, он сказал, вот ты как раз встретился с тем самым единственным, которым описан в священных писаниях, потому что он настолько глубоко погружен в божественное, что у него даже нет мысли о вожделении, он не связан этими чувствами, вот как мы связаны чувствами, мы идем, кто-то идет по улице, ум говорит женщина или мужчина, это ум, понимаете, с этого начинается, с этого начинается функция ума, поэтому дальше Махапрабу говорит, что он не только свободен от, почему он свободен от чувств, Шукадевы Госвами родился как бы свободным от чувств, а Романадарой, почему он свободен от внешних чувств, не потому что он такой вот великий йог, а потому что в нем столь глубоко проявлена любовь к Кришне, что Кришна захватил все его чувства, когда Браман пришел, вернулся и стал беседовать, он сам забыл время, он забыл еду, питье, время, время остановилось для него, поэтому для того, кто занят духовным потоком, для него время относительно, все как у Эйнштейна, и поэтому мы с вами начали с таких простых истин, там, ваишнавизм, христианство, что в этом много общего, какие в этом есть различия, а закончили тем, что если кто-то поглощен любовью к Богу, как Романанда, он может явить нам божественное откровение, и в этом, по сути дела, есть та удивительная сладость ваишнавизма, не просто ваишнавизма, а Гоуди, ваишнавизма или Гуру, сладостный ваишнавизм, самый сладостный ваишнавизм, который пришел, принес в свящие тани, есть другой ваишнавизм, поклонение Лакшме, Нарайане, там, Вишну и так далее, но в ваишнавизме сознания Кришны проявлена самая сладостная его основа, и поэтому, как сказал Руб и Санатан заставили меня пить нектар, то есть, с одной стороны, что нам нужно от Бога, какое-то там чувство собственной защищенности, типа, если ты есть, не убивай меня, что такое, да, там, сохрани меня, а тут мы приходим в сознание Кришны, нас заставляют пить нектар, нам дают не просто какой-то имперсональный брамагьян, вот тебе пей там идею бессмертия, там, единство Бога со всем живым, нет, абсолютно нет, нам предлагается танец раса, нам предлагается матхури раса, нам предлагается сокровенное отношение с Господом, которое великие мудрецы не могли обрести за миллионы жизни, если мы будем читать в Гарго Самхите историю разных персонажей, как они попали в духовный мир, там, да, некоторые говорят, там, гопи были куртизанками из Галлоки Вриндавана, такая, что любая проститутка может попасть во Вриндаван, во Праквита Лилу, ничего подобного, представляете, чтобы стать этими гопи, чтобы стать гопи, какие-то небесные абсары, куртизанки, могли, там, олицетворенные веды, женщины матхуры, женщины медхилы, абсары, то есть, представляете, это были какие-то великие личности, которые достигли в своем искусстве, в своем совершенстве способность танцевать перед богами, то есть это не были девушки с шоссе, с кольцевой, это были какие-то удивительные, прекрасные женщины, которые могли обаять богов, и они в итоге получили, столь много духовного вы сделали, вы сможете стать обязательными Вриндавана, поэтому столь удивительные личности, маха-йоги, ситхи, великие души, аскеты, подвижники, гьяния, заслуженные личности, и удачливые души, которые соприкоснулись с Ваишнавами или с самим Господом в силу своего сукрития, они обрели положение во Вриндаване, но мы знаем, что и это тоже не до конца как бы истина в том смысле, что Кришна пришел из духовного мира вместе со своими вечными спутниками. Их положение на самом деле было вторично. Только вечные спутники, они могут столь глубоко и столь непосредственно управлять самим Господом. Поэтому, кто такой Роман Андрая? Он же Арджуна, он же Вишака Деви, Сваруб Домодара, Лолита Деви, Кадатхар Пандит и так далее. И так далее. То есть, вечные Нити Лила, вечные спутники Господа, вечно служат Ему, вечно исполнены любовью, вечно приходят в вечный материальный мир спасать вечно обусловленные души. И поэтому, вот эти все, конечно, религиозные распы, построенные на абсолютно невежестве людей, они, ну, скажем так, как минимум не радуют, как максимум говорят о том, что люди, куда вы вообще, на что вы тратите время свое? Откройте глаза на эпохи третье тысячелетие, на дворе, 2017 год. Нельзя быть приматами, надо уходить во что-то глубокое, начать разбираться, распознавать истину. Но, тем не менее, как говорится, лошадь можно привести к водопою, невозможно силой заставить пить, поэтому и нас невозможно силой практиковать сознание Кришны. Только вдохновляясь друг от друга, мы можем следовать этому пути. Шри Кришна Чайтана Прабхунитана Кришна Чайтана Прабхунитана Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok